Всем привет! Вы на канале Все Китай и меня зовут Димон и у нас сегодня необычный обзор, ну в принципе он обычный как всегда, но у нас сегодня на обзоре первый, ребята, первый пауэрбанк от компании OnePlus. Круто, реально круто, потому что данная компания, точнее не то, что данная компания, а ее смартфончик OnePlus One сделал ну реально много шума в мире смартфонов. Ну ладно, не об этом, у нас сегодня пауэрбанк на целых 10 тысяч миллиампер часов, в принципе это круто и очень даже хорошо. Хорошо, ребята, я попользовался им буквально недельку, что могу сразу сказать, все отлично, проблем нет, реально проблем нет, все заряжает, все отлично. Ну давайте вкратце информацию вам все скажу. Итак, размеры у нас конечно приличные, да, это где-то 5 дюймовый смартфончик, плюс-минус где-то так, да, он внушительный. Толщина также у нас такая внушительная, ребята, ну приличная даже, приличная. Что нас встречает? Нас встречает такой, знаете, классный-классный дизайн, он, точнее не дизайн, а именно сам материал такой, типа асфальта, да, классно вообще, шероховатости вот эти, ну вы можете сами услышать. Реально круто, текстура очень даже классная, ну все солидно сделано. Вот такая вот типа серебристая окантовочка идет, ребята, вокруг нашего пауэрбанка, ну это всего лишь навсего пластик идет. Не алюминий, ничего здесь нет, это пластик, реально пластик. С этой стороны у нас идут 4 индикатора, которые показывают нам заряд нашего пауэрбанка. Что по поводу заряда? Если у вас горит 4 этих светодиодика, да, значит он заряжен на 100%. Если у вас горит 3, а мигает 1, это означает, что ваш пауэрбанк заряжен где-то на 75-100%. Если горит 2, а 1 мигает, получается заряд у нас где-то 50%, 75%. Ну и естественно, если у вас горит 1 индикатор и 1 мигает, это от 25 до 50%. Ну и естественно, если начинает мигать последний наш индикатор, получается наш пауэрбанк скоро потухнет. Реально это означает процентов где-то 25 максимум и идет, так сказать, на спад. С этой стороны у нас идут 2 USB входа, ребята, для зарядки наших устройств. Если мы заряжаем одно устройство, ток идет, ну, выдача точнее, 2 ампера. Если мы одновременно заряжаем 2 устройства, то получается по 1 амперу идет. Ну, это все, конечно, логично в принципе. Ну и микро-USB для зарядки, это хорошо. Конечно, в комплекте нет зарядки, есть только USB шнур. Это минус, ребята, реально минус, не очень. Что по поводу разряда? Есть здесь 10 тысяч или нет 10 тысяч? Да, ребята, 10 тысяч реально здесь есть. Да, я не могу сказать, что здесь прям, ну, 10 тысяч ровных, да, точно прям один в один. Нет, здесь где-то 9800-10 тысяч. Да, это есть, реально есть. Я все проверял, заряжает отлично. Конечно, если заряжаю одно устройство, быстро 2 ампера, реальных он выдает. Если, конечно, сразу два устройства заряжаем, то получаем только по 1 амперу. С этим проблем нет. Вот, конечно, индикация показывает все отлично, да, но, конечно, заряд, ребята... Лично я заряжал 1 амперным, 1 амперным, блин, блоком питания. Ух, конечно, 8,5 часов, 8,5 часов заряжался данный пауэрбанк. Как-то, ну, не знаю, ребята, ну, у кого, конечно, блок питания на 2 ампера, конечно, получше, но у меня реально был 1 амперный, я заряжал 8,5 часов. Ух, конечно, ну, не знаю, реально многовато. Пауэрбанк крутой, реально, соответствует полностью, реально, соответствует полностью описанию. У него есть реально 10 тысяч, но есть один минус, это цена. Цена реально кусается. На Алиэкспресс цена примерно, ну, 27-30 долларов, в зависимости у какого продавца и есть в наличии силиконовый кейс или нет. У меня с силиконовым кейсом цена была где-то 28,50 или 28, вот так вот цена была. Это, в принципе, нормально, зараз у данного продавца практически 30 баксов стоит, ну, ну, не знаю, кому не нужен чехол, покупайте без чехла. Ну, скажите, блин, зачем переплачивать? За данные деньги можно купить Xiaomi на 10 тысяч или на 10 тысяч 400. Ну, ребята, если вы реально любите фирму OnePlus, я вам советую, купите данный пауэрбанк. Ну, не пожалеете, по крайней мере, дизайн офигительный, материал изготовления также на высоте. Дизайн, знаете, такой, ну, необычный, реально. По крайней мере, ну, не знаю, вы будете стильненько так выглядеть с данным пауэрбанком. У этого пауэрбанка нет кнопки включения. Для меня это было, ну, вообще, как-то странно, как его включить вообще или выключить, я ничего сначала не понял. Но смысл таков. Ребята, мы берем наше устройство, да, вставляем вот сюда в USB, и он автоматически сам начинает заряжаться. Все, и больше ничего делать нам не нужно. Как только мы вытягиваем наше устройство, все, пауэрбанк автоматически сам вырубается. Ссылочку, конечно, я оставлю в описании. Моё мнение, рекомендую, всё отлично, так сказать, народным обзором от Димончика он одобрён. Всё супер, каналом «Всё Китай» также одобрён. Ссылочка будет в описании, как всегда, всё зайдёте, всё посмотрите. Если вам понравилось видео, ставим лайки, не жалеем пальцев в гору. Подписываемся на канал «Всё Китай». Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!